Физкульт-привет, дорогие сыктывкарцы! В эфире Вектор Спорта и я, Роман Пашнин. Рассказывая о спортивных мероприятиях города Сыктывкара, мы регулярно приглашаем вас принять в них участие. Но спорт – это не только сложные, каждодневные тренировки, это образ жизни. В нашем городе есть спортивная школа, где вы запросто с друзьями и родными можете весело и с пользой провести свободное время. Весна в самом разгаре, но забрасывая до следующей зимы коньки нет необходимости, потому что спортивная школа «Северная Олимпия», во владениях которой имеется крытый каток, любезно предоставит вам кусочек зимы. Крытый каток – это колыбель секций по хоккею и фигурному катанию. В «Северной Олимпии» тренируют будущих чемпионов. Мальчишки совсем как заправдошные профи гоняют по льду и нарабатывают навыки будущих бомбардиров, нападающих и вратарей. Но если хоккей с шайбой – это преимущественно мужская игра, то фигурное катание – это тот вид спорта, в котором и мальчишки, и девчонки могут реализовать весь свой потенциал. В комплекс упражнений входит тренировка в зале на все группы мышц – хореография и специальная подготовка – катание на льду. Прямое назначение крытого катка – спорт. Однако в свободное тренировок время его любезно предоставляют для массового катания простого народа – не спортсменов. Так что каждый желающий в определенные дни может весело провести свое свободное время. Удивительная особенность массовых катаний – это всегда улыбающиеся люди. «Спортивная школа «Северная Олимпия» идет в ногу со временем. Это подтверждает тот факт, что с недавних пор в ее стенах появился Wi-Fi». Также в спортивной школе есть тренажерный зал, который отлично оснащен. Здесь занимаются как спортсмены школы, так и просто любители здорового образа жизни. Для всех желающих отдохнуть с огоньком в пенатах «Северной Олимпии» организован лучно-арбалетный тир. «В первую очередь, когда человек приходит и платит деньги, чтобы пострелять, ему инструктор объясняет правила безопасности. Обязательно выдают защитное снаряжение – это крага, это специальный напалечник и очки, если он стреляет из страйкбольного оружия. И объясняют, что ни в коем случае нельзя наводить у человека, даже если оно не заряжено. Ни в коем случае нельзя выносить оружие за пределы тира». Детский аттракцион включает в себя стрельбу из детского лука и спортивной рогатки. Также маленькие робин-гуды могут поиграть в дартс. Оборудование признано безопасным и сертифицировано. Лодочка вправо, ножка вправо. Ну вот и все. Сегодня мы рассказали вам о том, как весело и со смыслом провести свободное время. Зима подошла к концу, но это не повод забывать о самых приятных ее развлечениях. Встречайтесь с друзьями, занимайтесь спортом, потому что спорт для всех. Субтитры сделал DimaTorzok